В администрации города сегодня прошло уже второе заседание комиссии по мобилизации доходов бюджета. Не только сохранить, но и постараться приумножить средства городской казны. По такому принципу строится эта работа. В этот раз члены комиссии утвердили перечень своих планов до конца этого года, а также рассмотрели ряд других рабочих моментов. Каких именно, расскажет Ирина Волокитина. Не только сохранить, но и приумножить. Задача весьма актуальная, когда речь идет о городских финансах, особенно на фоне экономического кризиса. В этих целях в Лабытнангах создали специальную комиссию, призванную выявить дополнительные резервы пополнения бюджета, укрепить налоговую дисциплину, а также снизить недоимки по обязательным платежам. Естественно, вопросы должны рассматриваться, насколько легально в соответствии с трудовым законодательством трудоустроены наши жители, для того, чтобы оплата труда была не ниже прожиточного минимума, установленного именно в низком автономном обруге, и, соответственно, чтобы исключить получение заработной платы в конвертах. Торговля и строительство в этих сферах работает наибольшее число горожан. Неформальные трудовые отношения, как ни печально, имеют место быть во всех муниципальных образованиях округа, говорили участники совещания. А ведь выплата заработной платы без серых схем позволит увеличить доходы у местный бюджет. На сегодняшний момент уже складывается ситуация, что местный бюджет недополучает налоги и неналоговые платежи. Налоговые платежи – это аренда за землю. У нас есть в части этого выпадающие доходы. У нас есть руководители, которые не оплачивают, как выяснилось, на комиссию. На русский авось задолжавшим руководителям лучше не надеяться, советуют члены комиссии. Уже в скором будущем первым из них придется держать ответ на очередном заседании. Комиссия по мобилизации доходов в городской бюджет приступила к продуктивной работе. Комиссия по мобилизации доходов в бюджет будет тесно работать с населением. Обратиться может каждый, чьи трудовые права нарушаются. На сайте городской администрации создана специальная ветка «Трудовый хамелеон», где можно оставить свое сообщение о любых нарушениях в сфере трудозанятости. Без внимания оно не останется. Ирина Волокитина, Кирилл Сементьев, Эдуард Захаров. Программа «Время местное».